На самом деле за последнюю неделю мы видим прирост желающих вакцинироваться. Темпы вакцинации у нас увеличились. Если мы еще буквально 8-9 дней назад имели среднее количество вакцинированных в сутки в пределах в среднем 2000 людей по области, то на сегодняшний день мы приближаемся к 9000. То есть вчера за прошедшие сутки у нас по итогу было вакцинировано первым компонентом 8954 человека. То есть прирост составил практически чуть больше, чем в 4 раза. Сколько процентов от взрослого населения Челябинской области получили уже прививку? Сколько привиты? На сегодняшний день у нас 36,5% от взрослого населения вакцинированы. Причем у нас есть категория населения, которая вакцинирована уже повторно. То есть те, кто получили вакцину в числе первых, когда у нас она поступала. И это число повторно вакцинированных уже более 40 тысяч. 36% – это сколько человек привито? Это у нас почти миллион. 984 543 человека. Это 36,5% от взрослого населения. У нас 2,697,659 человек взрослого населения. Вот от них 36,5%. То есть почти миллион, я думаю, мы к концу недели достигнем. То есть, грубо говоря, для достижения того самого показателя коллективного иммунитета нужно еще примерно столько же. Примерно столько же, да. Считается, что коллективный иммунитет достигается где-то при 80% вакцинированного населения. Но, тем не менее, мы, конечно, не забываем. На самом деле у нас, получается, есть те, кто переболел, и у них не прошло еще 6 месяцев с момента заболевания. То есть, если мы их сюда добавим, они нам сейчас создают коллективный иммунитет, конечно, этот процент будет чуть больше. Сейчас, я считаю, имея такое количество вакцины, не создать коллективный иммунитет просто нельзя. На самом деле мы получили практически полтора миллиона доз различной вакцины. И сейчас у нас на остатках 438 тысяч есть все 4 вида вакцины в наличии. У нас сейчас, получается, 400 тысяч доз, а надо же в 4 раза больше, ее хватит. Вакцина поступает сейчас регулярно, очень все это отслеживается активно на федеральном уровне. То есть, по мере уходимости вакцины поступает следующая партия. И если динамику вот этой недели экстраполировать на следующие 2 месяца, мы сможем такими же темпами решить вот эту задачу вакцинации? При определенном уровне активности населения мы предоставим любое количество мобильных бригад для того, чтобы выезжать, если будет такая заинтересованность, непосредственно на предприятие, в организации, вакцинировать. Вакцины у нас достаточно, бригады мобильные мы сформируем. У нас сейчас уже 135 выезжает мобильных бригад. Поэтому на самом деле будет потребность, если у населения. Мы готовы в любое время, хоть круглосуточно, вы видите, вакцинировать.